И он сейчас меня бы вообще сбил бы еще, видел, я с ней ездила. Слушайте, провокацию, а позже вернется, будет деньги с меня помогать. Даже так. Помогать деньги. Это вообще, давайте. Оп, закрылся. Слушай, не сядь, вы свое лицо-то видели фотогеничное, чепушилное. Вы не видели лицо-то, чепушилное лицо, вы свое не видели. Меня оскорбляете. Ты на женщину зачем руку поднял? Да я стажер, я здесь всего неделю. Вы деньги брали 10 тысяч, правильно? Я не считал, я передал вот тут. Вы понимаете, в каком свете он сейчас себя показал? В крайне негативном. И сейчас те, кто с ним будет работать, весь оттенок, отпечаток будет наложен на тех людей. Да я уже понял. Вот это вы понимаете, да? Конечно. То есть это как бы репутационный такой момент, что в своем городе он настолько низко себя повел, применив физическую силу к женщине, что он просто должен был, вот просто он сейчас должен банкротом себя объявить моральным, как компания. Жители города Борисоглебск, вы прежде всего заинтересованы в том, чтобы этот сюжет максимально распространился. Чтобы люди знали правду, чтобы никто, ни при каких обстоятельствах не попадал в аналогичной ситуации. Распространите среди друзей, знакомых и близких максимальному кругу лиц. Если вы пострадали от действий Васильева или Мартакова, обязательно пишите в комментариях под этим видео. И если вы до сих пор не подписаны на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот он, вот он. Это он, да? Это он. Ну давайте, мне нужен телефон. Так, все. Это он, ступеньки. И первая, вторая, там третья дверь будет, и там будет написано «Вюридические услуги». Смотри, Тань, вот этот вот телефон, смотри, где камера, да, вот и вот. Соответственно, вот так, в таком положении снимает горизонтально. А ты пригнись там, чтобы он тебя не узнал. Так, ну что, мне идти? Ты только не, ты типа его не знаешь, поняла, да? Тише ругается. Окошко приоткрою. Погромче. 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 Я с кем работаю? Я даже не знаю, с кем я работаю. Не надо меня пограничать. Это вообще бессовестно. Это 10 тысяч. Я вызываю полицию. Я вызываю полицию. Это вообще кошмар. Бессовестный нахал. Тебе меня будет хититься. Я вышла. Это не ваш кабинет. Это вообще кошмар. Посмотрю, он вытолкнул его. Вот это мы приехали. Представляешь, что сделали? Скажи, что у вас случилось? Алло, можно сюда полицию вызвать? Карла Маркса? Какой он выводит? 104. Ну вы понимаете, тут я отдала деньги. Тут какие-то юридические помощи, банкротство. Я отдала им 10 тысяч. Я не договор с ним не заключала, ничего. Я сейчас пришла и сказала, верните мне деньги. Они мне в шею гонят. Как это так? Вы понимаете, это аферист или что? Я вообще не знаю. У меня ребенка, говорит, я вот приехала. Я начала с ним работать. Они сказали в четверг. Я сегодня пришла в четверг. Они мне гонят, говорят, идите отсюда и все. Я верните мне мои деньги. Они мне не возвращают. Не, ну как это так? Я что, богачка? Я по 10 тысяч должна аферистам платить? Можно сейчас наряд милиции сюда? Селивана Елена Николаевна. Это вообще ужас. Это просто ужас, а. Можно? У меня ребенок инвалид. Можно, если можно, побыстрее? Я пришла, у меня уже, у меня вот я по бой, наверное, сейчас пойду. Он мне синяк поставил, выгнал меня отсюда. Мы тут вот рядом, Карл Марк, Ленинский, тут мы быстро. Вы мужчин видели, как меня выгоняют? Да. Вот у меня есть свидетель. Вот у меня тут стоит свидетель. Он применял к вам физическую силу. Да. Вот, можно подъехать, пока вот молодой человек, вот стоит, он может дать показания. Ой, какой ужас, какой ужас, а. Да, господи, господи, ребята. Зачем я сюда пришла, а? Можно, Карл Маркс? 104. 104. Ну, у них тут вот какая-то мошенницкая контора юридической. Я не договор, ничего они у меня не взяли, не заключили. Они сказали, давай 10 тысяч, мы начнем с вами работать. Я когда домой пришла, я говорю, позвонила ему, говорю, а как я вам деньги отдала? Говорю, не договор, ничего. Вот придете в четверг, мы по вашим вопросам сделаем все, все дела, и, в общем, договор заключил. 10 тысяч они взяли. Сейчас я прихожу, вот он сейчас стоит, сейчас стоит парень, не дает, и он и сказал, у вас сегодня прием нету. Вот стоит сейчас посторонний человек. Вот и все, и взял, бросил. Бросил трубку полицейский? Вообще кошмар. Смотри, можно вас на минутку? Можно отойти? Смотрите, я вам так расскажу, мы здесь не просто так появились, мы пришли, нам уже многие пожаловались, мы с Воронежа. Ну что, дед, глядь, 10 тысяч забрали. Подождите, не плачь, пожалуйста, успокойтесь. Как я все золото продала, они мне не отдадут теперь. Так, подождите. Алло. Не нервничайте. Возьмите в руки. Ну как? Подождите, возьмите в руки, смотрите, мы здесь не просто так. Во-первых, я все видел, что у вас время физическое село. Сейчас, подождите. Сейчас мы вызовем сотрудников сюда. У меня сейчас супруга записалась на консультацию. Для чего? Для того, чтобы выявить мошенника. Ну вы мне поможете? Конечно. Мы сейчас вместе туда зайдем. Сейчас подождите пока. Не волнуйся. Так, не переживайте, не переживайте. Не переживайте, хватит. Не переживайте. Так, успокаивайтесь. Успокаивайтесь. Позвоните, вот. Поговорите. Поговорите, полиция. Пусть приедет. Алло. Скажите мне номер, по которому. Сейчас тогда позвонишь. Сейчас, секундочку. Успокойте ребенка. Ничего пока не делайте. Сейчас я позвоню. Ты слышишь эту тварь какую-то, да? Я не забрал, все, я ее с ней знаю, да? Ты винтовку вызвал? Сейчас вот буду вызывать. Что, поисками выхожу? А? Выхожу? Да, пока выходи. Успокойтесь, брат. Ты же представляешь, ну как от 10 тысяч, я больного ребенка. Это вообще идиоты. КОНЕЦ 112, присоединение слушаем. Здравствуйте. Вам тут женщина сейчас сообщение оставляла по поводу причинения ей телесных повреждений, применения физической силы и о том, что ее обманули 10 тысяч. У нее фактически завладели ее деньгами. Скажите, пожалуйста, Карла Маркса 104, когда сотрудники полиции сюда подъедут? Ну, сейчас уже подъедутся. Они уже направлены сюда, правильно я понимаю? Да, ей же сказали, ждите подъедутся. Все хорошо, мы ожидали, спасибо. Все едут. Сейчас подъедут. Давайте я сейчас еще зайду и в область покучу. Лучше за отвертку опять мне. Сейчас мы зайдем. Сейчас мы зайдем. Сейчас мы зайдем. Ну, представляете. Мы сейчас все вместе зайдем. Давайте, давай деньги, тогда мы будем работать. Тридцать спросил, я говорю, у меня только десять. А за что, с какой проблемой обратились? Ну, я объявился банкротом в Воронеже. А никто мне в курс денег делал в это, внук точно не видел. То есть вы в банкротстве? Там в Воронеже мне уже объявили все, но там всплыла машина. Я к нему пришла написать исковое заявление, признать право собственности за мужем. Что она мужем, что муж кредит брал, что все, она вот его. Он мне пообещал давать деньги, мы без денег работать не будем. Я говорю, у меня только десять тысяч, я вам обязуюсь, говорю, в течение двух месяцев, вот эти еще по десять тысяч я буду, потому что у меня нет денег. Ну все, хорошо, а потом я пришла домой, до меня дошло, я говорю, а почему не договор, мы ничего не написали. Ну вот в четверг вы придете, я по вашим вопросам все, узнаю, все, пробью, все, и вы придете, и мы договор заключим. Это было вчера, так понимаю, да? Позавчера. Позавчера. И вы сегодня пришли? И Сёнь, вот я приезжаю, он мне сегодня назначил. А почему у вас выталкивало вот это? Он есть. Почему, почему? Я ему говорю, отдайте мои деньги. Он говорит, ты справку принеси, что ты дееспособная. В смысле? Я говорю, я не хочу с вами работать. В смысле дееспособная, зачем? Типа того, ты хочешь по всем, ты чё, аферистка, ты хочешь туда, ты хочешь сюда. Я говорю, меня не устраивает. Уже сегодня вы позвонили, вы должны мне сегодня результат сказать. Вы мне ничего не сказали. А вы наличными ему деньги отдали? Да, действительно, мне он брал, а вот с ним сидит комбайнер. Он прям взял вот тут у меня, взял и прям потихонечку в стол положил, и все. Все, идите, идите, все будем проверять. Какие-то эти ксерокопии там сняли документы, и все. Мы будем работу выполнять. Видите, как выполнять? Я сегодня, все, я сегодня, все, вам сегодня не назначено. Я говорю, вы мне сказали сегодня прийти. Вы уже звонили, вам сказали, что сегодня не приходите. Я говорю, а когда? Сегодня, завтра, после завтра они мне сказали. Вам позвонят. Сейчас дождемся. Сейчас там машина? Ну как это, ну как это, ну почему раньше меня не приехали? Ну почему я весь попадаю туда? И теперь уже я поехала с Воронежским, все, договор, доверенность опять написала. То есть они берутся опять вот эту машину отсудить, все. И я пришла, зачем они мне нужны? Как вот почем? Скажите, а вот вы обратились в Воронеже в компанию, как называется? Росбанкрот. Росбанкрот. А почему они этим вопросом не занимались? Они должны полностью вести? Нет, они занимались, они занимались, и все, что у нас хорошо, все. Но они мне не сказали. Я когда шла, вот когда к ним пришла, я говорю, я говорю, а муж ничего не узнает? Я говорю, я вот эти вот все действия, кредит брала, говорю, я не говорил. Я говорю, платил, платил, муж не знал, не знал. Они говорят, нет, Елена Николаевна, говорят, это самое, никто не узнает, ничего. То есть в Росбанкроте вам сказали, что муж никак не коснется? Ну как, если у вас есть совместно нажитый муж, что? Вот они, вот я ведь. Это Росбанкрот, это куча жуликов. Потому что когда, когда должен был мне назначен финансовый управляющий, по реализации мужа, финансовый управляющий должен со мной был связаться. Так. И объяснить, что такое реализация. Мне никто не позвонил. Дело в том, что это при заключении договора все эти описываются, все это проговаривается. Да, а мне никто не позвонил. А они просто сколько вам денег заплатили за это? Ну уже вот 100 тысяч я им заплатили. За банкротство дали 100 тысяч? Да. И еще вот сейчас я, то, чтобы машину отсудить, еще они со мной договор на полгода, еще заключили, еще по 5 тысяч я им будут платить. Обалдеть. Так, сейчас ожидаем, все проговаривается. Да, что ожидаем, это они сказали, что они едут. Не, 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 а там сейчас я жду, чтобы просто она записывает весь разговор, который там сейчас происходит. Понимаете? Да я бы это... Вам так совпало, что, значит, приехали по делу. Да вот, может, вы мне поможете, они отдали, идиоты. Это вообще, гляньте, как хорошо. Все, все, сейчас они ушли бы, все. Я последний золото пошла, все продала, чтобы вот это вот дело до конца довести. И он, идиот такой, это вообще, гляньте, что есть. И он сейчас меня вообще бы сбил бы, еще бы. Хорошо, что я вот тут удержался, как он меня вот так вот... Ну, он вышвырнул, да, 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 я видел. Пусть он нам сейчас их выплатит. Чем сейчас будет? Пусть выплатит ребенок, инвалид. Я последний, вообще искать вообще Христа. Нет, он видел прекрасно, он видел, я с ней ездила. Да, 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 нет, они не заключили договор, вот возле них, и тут еще Своронич, и тут Своронич все приехали, вот они аферисты снимают. Если можно, побыстрее приехали. И говорит про нас, не говорит. Где? Да где, нет, где Тройкаль, какой магазин был? Магазин Тройкаль какой тут был? Вот прям, вот угол, вот от Увла, где Хлебный раньше был. А вон уазик стоит. Ну вот ехать сюда прямо. Чуть, по Гармаркс, да, сюда прямо ехать. Вот мы тут уже стоим. Они заблудились, они сам не знают, где я. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Старший лейтенант полиции Иванов. Очень приятно, вот приятно, когда так полиция сразу представляется. Елена Николаевна. Елена Николаевна опять попал. Здравствуйте. Представляете, сейчас вот видите, как меня отсюда угоняли, я здесь упал, я здесь упал. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот мое служебное удостоверение, уперполомоченное отделового розыска. Так, рассказывайте, что у вас произошло, что случилось? Я к ним пришла, мне нужно было написать исковое заявление. Не спешите, не спешите, к кому пришли? Это Васильев, получается? Да, да, да. Я говорю, вы мне поможете, мне нужно написать исковое заявление в арбитражный суд. Да, 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 мы все, по-моему, поможем, ты-ты-ты-ты-ты. Ну, мы работаем сразу, нам нужна оплата 30 тысяч. Я говорю, у меня нет оплаты, у меня сразу 30 тысяч нет, я могу вам отдать 10 тысяч. Хорошо. А вот 20 тысяч я потом обязуюсь вам, ну, 2 месяца выплачивать. И, в общем, вы понимаете, что есть? Сел с ними, поехал домой, отдала им 10 тысяч, он прям пришел, зашел в стол, так вот положил. Я прихожу домой, а, они мне сегодня, на сегодня не назначили. Мы все узнаем, как, что и все, и в четверг вы придете. Понимаете, что есть? Ну, ладно, я им звоню. Извините, вас перебила организация вот здесь, да, на квартире? Я говорю, что же я вам деньги отдала, договор, ничего я с вами не заключила, ничего. Вот вы в четверг придете, мы все узнаем, все вам расскажем, сделаем и не сделаем, и заключим с вами договор. Вот, сегодня я им звоню, и говорю, вы на месте? Да, какой-то еще помощник с ним работает, вообще тут тухой, вообще. Вы на месте? Они говорят, да, мы на месте. Говорю, ну, я сейчас вот девочка, это самое, и я к вам иду. Хорошо, идите, мы вас ждем. Прям секунд не проходит, он мне перезвонит, и говорит, вы не хотите, вот это вот, как вы сейчас назвали, он где-то на заседании, он вам позвонит завтра или послезавтра, ну, в общем, вам позвонит. Я говорю, я с вами хочу, не хочу работать, верните мне деньги. А, ну, хорошо, да, мы вам тогда позвоним, завтра, после завтра, все. Вот я сейчас пришла, говорю, отдайте мне деньги. Все, хорошо, смотрите, чтобы задокументировать данный факт, надо от вас принять сейчас письменное объяснение, я вас буду опрашивать, вы изложите все обстоятельства дела, мы это запишем, дальше начнем профессиональную проверку. Ваше обращение было зарегистрировано, вы послушайте, да, вы не переживаете, мы... Ну, как 10 тысяч, от кого они взяли, не восприняйте, успокойтесь, не переживайте. Смотрите, сейчас запросят вас, потом мы туда все вместе с сотрудником полиции пройдем. Глядишь, он сейчас и деньги отдаст добровольно. Прошу прощения, а вы кем являетесь? Дорожный контроль общественного движения из города Воронеж, в Один Серов. А вы? Мой оператор. Мой оператор, да? Да, да. Понятно, у вас документы какие-то есть, подтверждают, что вы работаете в этой организации просто? Они нужны, скажите. Ну, посмотрите, да. В этом нет никакой необходимости. Ну, вы все-таки снимаете сотрудников полиции, я думаю, что мне необходимо посмотреть, удостовериться в вашей лице. В связи с этим? Ну, я думаю, да. Не, ну, зачем вы? Наша деятельность такая, поэтому, если вы с нами еще не знакомы, значит, мы познакомимся. Да, ну, я знаком с вами. Интернет, Ютуб смотрят. Смотрят, готовы знакомы. Тогда, я думаю, вам не стоит спрашивать дальнейшее удостоверение наше. Ладно, хорошо, разберемся. Так, вам где будет удобно? Можем в транспортном средстве сотрудник полиции попросить. Да, да, и за мёрзу уже сидит, вообще ужас. Так. Вам как будет удобно, где вас спросить? Да я не знаю, идут, я нужна, и, может быть, нет. Просто удобнее, когда присесть все-таки. Может быть, давайте сделаем таким образом. Виновник торжества находится там. Нам бы туда пройти, там и присесть можно, и опросить сразу и гражданку, и его. Просто смотрите, удобнее все равно все обстоятельства дела. Сейчас изложу. Потому что подробности какие-то будут стоять. Подожди, сейчас я спрошу, в актер, можно туда зайти? Надо это будет все знать. Правильно, да? Вот. А потом уже непосредственно с конкретными вопросами будем обращаться к гражданину, который оформил доктор. Я считаю, что это будет гораздо правильнее. А когда мы пойдем в пустую, это будет верно. Подождите, подождите, сейчас уже ваша жена чуть-чуть, уже дверь открывала. Ага, отлично. Тогда вы, наверное, знаете, сделаем таким образом. Вы, может быть, проедете вместе вот со своим ребенком. Да нет, я не иду здесь. Чтобы вы в патрульном автомобиле спорить объяснение. Да, да, да. Вот о чем речь. Идите, он сейчас выедет. Да? Да. Он сейчас может... Вы его попросите... Он там столько говорил уже, на кучу статей. Да? Все здесь. Давайте я скажу, пусть он мне вернет день. Как он сейчас со мной будет обращаться, а вы все снимаете? Так, юридическая помощь... Вы записали? Ты записалась, да? Молодец, выучка. Васильев. Васильев, да? Да, Михайловичка. Все. Мы приехали здесь по одному делу, а здесь вот такая ситуация нарисовалась. Пойдемте, пойдемте. Такое дело. Ой, вы мне помогите, а она теперь сейчас не зайдет. Помоги, пожалуйста. Дай мне мою сумку. Последний день, пожалуйста. Прошу, пожалуйста. Станислав Леонидович, здравствуйте. Систентр, шланг полиции, Иванов Артем Александрович. Вы можете, я сейчас с вами. Здравствуйте. У нас уже есть удостоверение, чтобы вопрос не измертал. Пожалуйста, вы можете познакомиться. Сюда, сюда. Это общественный контроль. Общественный контроль. Олег, какого мне действия отдавать? Вот это, да? Что? Да вот ситуация у вас возникла. Сейчас вам сотрудники все расскажут. Это у вас писать провокация была? В смысле провокация? А вот эта женщина, вы все общественный контроль ее нанимаете? В смысле кого нанимаете? Ну вот девушка за этой ситуацией. Мы сюда приехали, увидели ситуацию. Здесь случайно. А какой сад? Когда вы непосредственно осуществляете, применяете физическую силу отношения? Я думаю, что это провокацию проводили. В смысле яд что-то толкал? Я не знаю, что вам сейчас говорить, во-первых. Я понял. Ну вы опрашивайте, наверное, мы здесь наблюдатели. А в связи с чем наблюдатели? Смотрите, сейчас вам объясню. В связи с ситуацией. Победем, пожалуйста. Я с городом Борисоглебского, уперполомоченный. Я уже вам представился, служебное удостоверение предоставил. Елена Николаевна, можно вас на секунду? Да вы, наверное, присаживайтесь сюда. Вам знаком данный гражданин? Да. А зачем нам денег? А деньги, вот он, гражданин, кстати. Вот этот денечки у меня взял и вон туда стол положил. Вы передали кому? Станиславу. Станиславу деньги, 10 тысяч. На оказание условий, да? Да, вы считали. Вы считали. Я вам отдала, я передал сразу. Какой бессовестный. Вы в кабинет меня забили и положили свой стол. Самое главное, подождите, подождите. Давайте не будем. Подождите. Он денежки передал ему. Его не было. Ну неважно, деньги у него. Он девушку завел перед вами. Скажите, вы вернете девушку? Подождите, можно у вас документы? Не было, он уехал. Я вам деньги передал. Документы вам нужны? Я могу вам показывать, что такое. Вы можете просить, Вадим Юрьевич. Общественное движение, дорожный контроль. Дорожный контроль? Да, да, да. Никакого отношения к данной ситуации к нашей общей, казалось бы, не является, не относится. Но так получилось, что относится. Вопрос у нас в несколько направлений, в том числе и вот такие вот направления, как вот ваше. Так, ладно, вы сейчас уходите. Ладно, кого-то отбирайте. Ну конечно, я что-то надо. Ты меня домой возил, я ездил, с тобой ездил. Стоять. Бессовестный. Вы подойдите сюда. Елена Николаевна, пожалуйста, давайте без криков, без оров. Иди, позвоните, позвоните. Скажите, денежки вы 10 тысяч отдавали, правильно понимаю? 10 тысяч. Потребуйте, пожалуйста, чтобы он вернул. У вас никаких договоров не было заключено. Вы можете ей вернуть 10 тысяч? Нет, я в присутствии третьих лиц, во-первых, не буду. Хорошо. Вы можете без присутствия третьих лиц. Я так понимаю, что вы осуществляете провокацию, а позже вернитесь, вы деньги с меня помогаете. Даже так? Это кривида в курсе, да? У меня юридический опт, а об этом вот подсказывает. То есть к вам так приходят, так делают. Да, вот. Но вы нас попутали, так скажем. Похожи на тех самых. Поэтому вы потребуете ваши деньги. Отдайте, у кого взяли ребенок. Давайте, мы сейчас сотрудникам полиции поговорим. Поговорите. Да, вместе, вы, наверное, втроем, может быть, мы здесь постоим. Да, если есть такая возможность, Елена Николаевна, можете, вот сейчас я буду присутствовать. Вот вы одену в кабинете. Мы за то, чтобы вы просто отдали деньги. Да подождите, Елена Николаевна, давайте без руганий, без ссор. Зачем мы когда можно сейчас, в принципе, все. Мирно все решить. Пообщаться и все, и разрешить. Вам задача какая? Деньги, чтобы ваши вернуть. Конечно. Поэтому спокойно пройдите в кабинет, вместо сотрудника полиции. Нет, я в кабинете не пускаю, потому что это моя личная дата. Ну так и здесь. Да, не вопрос. Вы видели, как он меня вызвал с кабинета? Я абсолютно видел. Сейчас по этому поводу будет взаимодействие. Я чуть не упал, вообще. Я чуть не упал. Хорошо? Она будет человек задержал. Ее сопроводили, чтобы она здесь не подъем и разлилась. Но у нас немножко другая информация. Более того, она зафиксирована еще. Это хорошо. Просто Елена Николаевна, извиняюсь, что ошибся, все равно все же было бы удобнее принять от вас объяснение сначала, все обстоятельства выяснить. Потому что все факты, которые будут описываться, они будут проверяться, будут опрашиваться гражданин, какой он будет давать по этому факту объяснение. Олесь, мы деньги отдавали? Да. Кто нас, какой день нас возил? Он дой. На белой машине? Ну, это устно выясняете, все равно надо как бы это все задокументировать. Так, это понятие будет возвращать деньги? Здравствуйте. Это вас беспокоится Скармаркса 104. Вот сейчас здесь неизвестные лица с камерами, с провокацией. Осуществляют провокацию, да. Неизвестные сотрудники, сотрудников, нам позволяют все это осуществлять. Лица представились с Воронежа, пояснили, что подрабатывают этой сферой. Подрабатывают? Вы хоть правду говорите? Нет, нет, сотрудники. Общественный контроль за дорожным движением. Общественный контроль за дорожным движением находится в здании, в офисе, который я арендую, и сейчас пытаются вымогать деньги с бухгалным лицом, я так понимаю. Вымогать деньги с вас? Сотрудник ничего не принимает, нет никаких, поэтому прошу, выслушайте журнал. Это можно здесь обросить. Думаю, просто поменьшаться будут, сейчас будет не очень, как бы... Ну, как вы говорите, что у вас, полномочный, может разобраться с данным действием. Нет, документы никого не продают, ничего. Ну, смотрите, у меня два вопроса, у меня два вопроса, и физическая сила. Вот по поводу денег, он не должен деньги. Я понимаю, можно я... Вы задайте вопрос, он брал деньги? Потому что он же подтверждает, тот его коллега, что деньги было, а брал, передал, да. Да, ну я слышал, конечно, в присутствии все, да, у вас видеозаписи идет, все понятно. Поэтому сейчас клевета, поэтому помню, сейчас заявление еще будет. Закрылся? Вымогать деньги. Ладно, давайте. Оп, закрылся, закрылся. Открой, что тут закрылся? Давай, тут вот сейчас, пока его нет, смотри, какой нервный. Вы меня просите, я поеду все-таки... По этому поводу клевета, вы слышали? Клевета только что меня. Хорошо, хорошо, хорошо. Решите, мы... По этому поводу сейчас будет написано заявление по клевете. Либо мы это дома сделали, либо сейчас посмотрим. Как вовремя я попала, это же мне все, мне ничего не видать. Да. Ладно, пожалуйста, успокойтесь, хорошо, что как нам надо. Успокойтесь, соберитесь, потому что слезы здесь не решат точно ничего. Бессовестный. Бессовестный, как не стыдно, бессовестный, идиот, чтобы тебе Бог наказал бы. Не оставляйте, потому что по этому поводу залу будет писать заявление. А тот вообще убежал, наверное. Ну, естественно, конечно. Весь затрест и убежал. Так, у вас документы есть? Действительная ваша личность, права водительства? Нет, наверное, нет, ничего. Ладно, со слов мы его запишем, потом проверим. Пожалуйста, фамилия, имя, отчество ваша. Селия Иванова, Елена Николаевна. Селия Иванова. Селия Иванова. Селия Иванова, Елена Николаевна. Слушай, мне так везде везет на всех этих хаверистов. Ну, почему я на них не употребляю? К сожалению, просто любой человек может с ними столкнуться. Потому что сейчас никто этого не застрахован, к сожалению. Деньги верните. Верните мне деньги. У меня ребенок, вы приняли. Я с вами разговариваю. Вы ей на это самое... Она вся трясется, вы понимаете? Нет, а вы, так сказать, по-горлу. Вы переживаете, что она у вас трясется? Да? Вы мне еще скажете, куда мне таскать, куда не таскать? А вы не будь задерживающий, что это улет? Ну, мы его задерживать сейчас не имеем права в данном случае. Ну, а для опроса остаться... Мы вопросим. Он гражданин известный. Его данные, в принципе... А, он известный у вас здесь, да? Ну вот, если адвокатская контора для юридической помощи оказывает, я думаю, он никуда не справится с ним. Пойдемте, еще транспортное средство даже можно зафиксировать. Он, видимо, знаком, я так понял. Сильно знаком. Сейчас у нас есть время подождать или как? Мы сейчас Селивану Елену Николаевну опрашиваем. А, ну, попросите, да. Да, хорошо. Ваш документы можно, пожалуйста, посмотреть? Да, если вы установите личность, потом никуда точно не денется. Так, вы из города сейчас не пытались? Да нет, конечно, вы здесь будете, да? Ну, давай, задаваем вопрос, иди сюда, иди сюда. А тут к вам еще один вопрос такой. Вот от гражданина, который был когда-то у вас, вашим клиентом. Вам он знаком? А вы с какой целью интересуетесь? Ну, может быть, ты сам задашь, что я не доверяю в кем. Ну, вы оперативный сотрудник или что-то, вы с какой целью интересуетесь? Нет, просто он интересует. Ну, да, вы на себя, Кайбар, поверните, покажите, чтобы людям показать, кто вы есть. Да, Алексей, можешь меня как бы снять, не вопрос. Давайте, да, вот, сон, 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 сон. У нас есть известные провокаторы. Да. Вы телефон разверните, вот так вот, чтобы лучше, чтобы все в кадр попали. Рекомендации наши примите. Вы ездите, да, подрабатываете, я так понял. Подрабатываем, да? Почему подрабатываем? Да. Расскажите, вот, задай вопрос. Лучше расскажите, как вы людей мать. Вы мне сейчас зачем свои плачевные истории рассказываете? Никаких плачевных историй. Ну, отлично. Есть определенный вопрос. Что, ваша цель какая? Вы что хотите добиться этой работы? Вы мне сейчас поясните. Какой работой? Ну, общественная работа, это безопасное дорожное движение на дорогах. Вы сейчас что хотите добиться? Вы сами понимаете, что говорите. Ладно, задай вопрос. У вас работа пранкера. Задай вопрос. Ну, как вы поясните, не перебивайте. Послушайте, пожалуйста. Все, приятно было познакомиться. Вы с кому обратились? Вы помните, кому обратились? Ну, вы чушь несете. Да как? Ну, вы чушь несете. Мартаков сказал, что вам деньги за банк. Ну, вы чушь несете. У меня есть копия договора, с кем вы за... Мартаков сказал, вам деньги передали. Вы сейчас ищете, кого по богаче, с кого денег можно взять, что ли? Ну, а в чем проблема тогда? Иди к Мартакову, договор с кем заключали? Ваши причиненные деньги за банк. Я понимаю, Дмитрий признал практически мошенником. Вы с кем договоры заключали? Вообще-то мы обратились... Вы с кем договоры... Вы можете по всему городу пройти, обратитесь и пойти по всем адвокатам в церковь деньги. Потому что ранее, ранее вы обращались. То есть вам... Вы ранее обращались куда-то, либо еще. Вы говорили, вы ходите по всем адвокатам и юристам. Обращайтесь везде, да. Вы везде все обращаетесь. Я обращаюсь, первоначальник, к вам. Мы с вами чайник. Вы еще к Мартакову зачем-то обратились. Заключили всем договор, я так понимаю, да? А на мне какие вопросы по поводу Мартакову? Вы же направили или нет? Какие вопросы по поводу Мартакова? Я ему папа, я ему баба, я его бывший начальник в милиции. Кто я ему есть-то? Вы начальник, его... То есть чего вы взяли-то? Ну, заявите, давайте на камеру. Вы заявляете, что он мой начальник, я его начальник. Со слов Мартакова, вы его начальник. Он ваш подчиненный. Со слов Мартакова Боле того, вы сидели под одной вывеской. Давайте, вы тоже скажите, что я ваш начальник. 10 тысяч вам заплатить за то, что я ваш начальник. Ну, давайте я вам заплачу 10 тысяч, потому что я ваш начальник. Вы чепуху несете. Вы чепуху несете, вы свое лицо-то видели фотогеничное, чепушивые. Вы не видели лицо-ка. Чепушили när лицо вас в своей велете. Меня оскорбляйте, вас никто не оскорблял. А вы там вернятесь? Нет, приезжайте потом, приезжайте. Вы Crusade, путем вынагачивания, денег за свои работы, Вы с меня вымогали, вы их не получите. Будет поздно заявление о клевете, это все зафиксировано. Совести у вас нет вообще. На женщину руку поднимаешь, на женщину. Только можешь на женщину руки поднимать, на слабость. Какая противная личность. На женщину только можешь руку поднимать. Ты на женщину зачем руку поднял? Вы вернетесь или нет? На женщину зачем руку поднял? На женщину зачем руку поднял? Девушка Своронья, ¿ваша? Зачем руку на женщину поднял? Слышишь или нет? Зачем руку? У тебя рука вывернется и поломается. Подъезжай попозже. Давай, приезжай, ждем тебя. Давай, счастливо. Спасибо. Ваши или нет? Я же девушку вашу с Ватом уже не обманула. Он столько наговорил там Вадима. Просто мы приехали, к нам обратились люди. Да я понял. И от него много кто-то страдал. Так, как было? Потому что так все это происходило и готово-не готово для видеозаписи, чтобы предоставить. Хорошо? Все, если готово, тогда видеозапись у вас изымитет. Главное, сейчас вопрос еще. Мы предоставим ее на DVD-диске, подготовим и пришел. То есть она будет оригинальная, как и смыслышки-то не можем отдать. Нет, без вопроса. Да, да, да. И объем, я думаю, там тем более большой, а HD-камера она будет. Все, тогда потихонечку начинай опрашивать молодых людей. Супруга ваша, кажется, да? Вы вон того опросите еще, он же деньги брал, пока он здесь. А то сейчас как этот, уедет. Извиняйся, просто я не могу тоже разорваться. Я понял. Сейчас я с ней закончу. Спокойно. Хотя просто документы у него бы проверили, да, чтобы и все, чтобы он никуда не делался. У вас потом впоследствии все равно надо будет опрашивать. Хорошо. С ваших рук тогда фотографировать. Давай, давай. Ну и где регистрация? Так. Все вижу. Транспортные средства ваши тоже, да? Да, да, да. Да я стажер, я здесь всего неделю. Вы стажер? Да, у меня ничего не официально, ничего. Я просто вот неделю только. Я помогаю чисто. Вы как адвокат или юрист? Нет, я просто печатаю. Мне говорят, что напечатаю. Я печатаю и все. То есть как секретарь? Да. Я просто печатаю документы. На Мерседесе? Ну да. Ну я до этого работал уже. А, я понял. Я до этого работал, а тут с работой проблемы. Вот я здесь неделю всего лишь. Я просто печатаю. Печально, печально. Почему? Не, я вообще про ситуацию, что такая ситуация случилась. Ну, ситуация, конечно. Это печально. Это ситуация вообще. Я гляжу, вас трясет просто-напросто от такой ситуации. Да я просто, я удивлен. Я удивлен на самом деле. Просто я говорю, я вообще никакого отношения к этому не имею. Он, видите, по-быстренькому уехал уже. А, ну. Возможно, не вернется. Ну это, как говорится, это его дело. Я не отвечаю ни за финансы, ни за какие вопросы, ни подписи, ни ставки. Ну вы деньги брали 10 тысяч, правильно? Я не считал, я передал. Вот тут он девушку заводил, Аню. Заводил, она говорит, а деньги? Он говорит, подождите, может Эдуард передать и все. Тут же я зашел в кабинет и тут же ему отдал. Ровно прошло две минуты. Две минуты, да. И я в кабинет. То есть, а вы ему в кабинет или в ящик положили? Нет, я в кабинет ему занес сразу. А, в кабинет. Вы ему в руки деньги отдали? Да. Вы ездили за деньгами, я так понял, да? Нет, мы ездили за ксерокопией паспорта. С ней, да? Да. Ну и получать денежки она взяла? Передала вам? Здесь она передала, да. Мне и я сразу же... Она вам передала 10 тысяч? Да, 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 да. Денежки она передала? Да, я сразу зашел в кабинет. А вы потом Василиеву передали, да? В кабинет зашел, на стол положил. Там была девочка Аня. А у него работаете, да? Я стажер. Я вот всего недельку. А, я понял. Я печатаю там вот это. Как секретарь. Но вы поняли, какие ситуации здесь происходят? Я понял, понял уже в чем дело тут. Да, и это на такая система? Потому что уже к нам не один человек обратился. Да нет, это знаете... Здесь чисто случайно, мы обалдели вообще. Я недели. Что еще к женщине силу применяют. Но это вообще как его? Его что в детстве не воспитывали? Но вот этого я не видел. Не, я конкретно видел, даже зафиксировал. Ну, не вопрос. Может быть и был что-то, но я говорю, я просто не видел этого. Я здесь недели говорю. Я сейчас выбираю честно. Мне говорят... А вот это вот... Не подскажите вот сейчас вот от личности, кто пришел? Где? Вот сейчас зашел. А я что-то даже не заметил. Ну вот, на этом Митсубиси подъехал. Не знаю. Не знаю. Не знаете эту машину? Это соседний кабинет, наверное, кто-то. А, соседний. Да. Ясно. Извините, пожалуйста, а вы сейчас уже уезжаете, да? Нет, я вернулся. А вы куда сейчас? Сейчас все. А, установили личность, да? Да, 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 все. Все. Хорошо. Отлично. Так, ну здесь вы какую деятельность считаете? Стажер. Стажер, стажировка, да? Я печатаю... Официально в данный момент вот трудоустроено? Нет. Если мне не верите, вот женщина здесь, охранник, она... Все, ну вы объяснили мне, укажете, что вы проходите стажировку, там-то там... У меня только один вопрос. Скажите, вы после этого все будете здесь работать? Ну, да что-то я не знаю. Навряд. На вашем месте. Знаете, когда не при делах и... Ну, это боевое крещение, фактически. Ага. А у меня один вопрос. Скажите, а когда вот он мне рассказывал про банкротство, про процедуру, вы вообще, это, знаете, что он не рассказывал? Стажировка пока нет. Да я вот, можете, если мне не верите, можете вот у женщины, в охране спросить. Я здесь вот, ровно, наверное, восемь дней. Я сидел в кабинете, печатал. Всю деятельность Танислав Леонидович Санков. А вы что делаете? Он мне дает там, ну вот, например, этой женщине уведомление я печатал. А, вот у суммы проверял. Которая вот сейчас вот, вот эта женщина, работа какую-то... Да. Ну, он мне говорит, какую работу выполнить, сделать уведомление. Вот, я уведомление печатал. Извините, можно? Да, 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 прошу прощения. Мы так это... Так, получается, как получилось то, что вы решили, ну, в плане стажировки устроиться? А, я вот, ну, времени не работал, а с Таниславом Леонидовичем мы и давно знакомы, мы в спортзал вместе ходили. Так. Вот. Я ему позвонил, я просто у него уточнил, я говорю, как там, я говорю, у тебя там с персоналом еще... Он говорит, он, у меня сейчас, говорит, как раз людей не хватает. Вот. Я говорю, ну, у меня, как бы, опыта работы нет. Вот. Я говорю, ну, печатки я умею. Вот. Он говорит, ну, приходи, будешь... Так, все, сейчас, секунду. Это когда началось? Получается, сегодня у нас 30-е число? 21-го? 22-го? Да, где-то 20-го, 21-го. В 20-х числах июля, да? Да. Представляете, вообще, вот, сейчас фактически, значит, те, кто с ним работает, у него работают. Вы понимаете, в каком свете он сейчас себя показал? В крайне негативном. И сейчас те, кто с ним будет работать, весь оттенок, отпечаток будет наложены на тех людей. Да я уже понял. Вот это вы понимаете, да? Конечно. То есть это, как бы, вот, репутационный такой момент, что в своем городе он настолько низко себя повел, применив физическую силу к женщине, что он просто должен был, вот, просто он сейчас должен банкротом себя объявить моральным, как компания. Ну, я не знаю, я слышал, тут на повышенных тонах разговор был, в коридоре я не видел, что там кто-то кого-то там, это, физическую силу проявил. Нет, мы видели, просто... А, ну, не вопрос. Просто это на улице, наверное, было или где-то? Можно я продолжу еще раз? Да. Ну, я хочу все-таки, чтоб человек не связан был с ним. Нет, века. А я не так не связан. Нет, века. Быстрее закончим, пожалуйста, да. 27-го числа к вам обращалась Селиванова Елена Николаевна, ну, женщина... В понедельник, по-моему, да, 27-го? Да. Это был понедельник. Она к вам обратилась около 14 часов где-то примерно. Нет, она приходила на предыдущей неделе еще. Вот. Но здесь они... Нет, но она в понедельник приходила... Нет, я вам говорю, она до этого приходила, но никаких действий с ней никто не разговаривал, потому что Станислав Леонидович выезжал в суд. Он говорит, приходите на следующей неделе. Вот. А она пришла, да, в понедельник. Вот. Она... Около... Скольки времени? Где-то около обеда. Около обеда, да? Да. Где-то часов 11. Так, 27-го, 07-го? 11-го, начало 12-го. Около 11 часов 00 минут, да? Ну да, примерно так где-то. Вы находились, получается, в кабинете номер 3, да, или 5? Нет, я находился на улице. Я здесь курил. Угу. Вот. И она ко мне подошла. И спросила... Спросила про Васильева, да? Да, да, да. Вот. Я ему позвонил. И он приехал, да? На телефон. Зажмем... Я находился около дома 104 по улице Карломакс. Совершенно верно. Где ко мне обратилась... Неизвестная мне женщина, да? Она вам известна была на тот момент? Да, потому что она на прошлой неделе приходила. То есть, Сильвану Елену Николаевну, да? Ну, как я ее внешне чисто знал. Елена Николаевна, да? Ну и было принято решение ему позвонить и сказать, что к нему пришел клиент. Не то что решение, это он мне изначально так сказал. Если что, чтобы звонить, да? Если кто приходит, там такие клиенты, я ему набираю, и он тогда уже решает там вот это. Так, я понял. Я всегда с собой беру видеокамеру. Как интересно, там показывают кино, да? Кино показывают, да? Слушай, у тебя какие-то странные эти движения. Ты хоть горизонтально бы перевернул бы съемку, а то как-то некачественно. Можно, чтобы он начал окрашивать? Да, 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 да. Он в логово зверя пошел. Она вот так... Да, да, да. Делает? Да, но сейчас она уже потом понимает, что у нее никто не отберет. Она, знаешь, как два куска не могла порвать, она прямо аж с таким этим мастер-винением. Да и много, нафига чего? Да нормально, нормально, пусть. Я говорю, много. На неделю хватит. Татьяна Филипповна, а вы будете услуги получать юридические или нет? Я только Татьяна Филипповна. Ну вы писали, Татьяна Филипповна. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать мне. А вы кто есть? А я ее муж. Замечательно. Занимайтесь с ней дома, а здесь публичное общество, да. А ты можешь быть свободен. Вот ты свободен. Дергай отсюда. Свободен, да. Воронеж. Город-герой. Да. Скоро праздник будет. Оставайся. Город-герой. Иди к себе выловнул. Спрячься. И позвольте тебе имя города-героя. Ты все сказал? Да. Какой ты смешной. Можно у вас участков опросить по данной ситуации? Все. Спасибо. А он даже сформулировать свою речь не может. Отчество-то позабыл. Память тебя подвела. Ты его Филиппову ждал, да? Память хорошая. Ты его провела. Он же людей нагревает, а я в этом все так. В общем-то все очень красиво. Даже не обманула фактически. Фактически? Калистратова Татьяна Филипповна. Такой есть персонаж, наверное. Он теперь сотрудника закрыл там, нет? А вы не закрыли сотрудника случайно? Нет, не закрыли. Я думаю, закрыли. А то вдруг удерживаете его. Безопасность за вашу безопасность. Думал, думал, петух. А Индюх что думал? Не сказать ничего. То он и думал. Че это ты закрылся? Да не закрывайся. Ух ты! Ты посмотри какой невменяемый. Ты что, неадекватный что ли? Что дергаешь? А вот в чем частная? Собственность с Рухой. В смысле? А что частная? Где частная? Какая это твоя собственность или что? Общественная. Да не на, не на, не на. Он волнуется. Ты посмотри дергунчик. Бедолашка, ты посмотри. Гороховый. Гороховый только один шут здесь. И ты знаешь кто? Вы представляете, Васильев может поднять руку на женщину. Это вообще как? Руководитель юридической фирмы такие действия осуществляет. Я обращаюсь ко всем жителям Бориса Глебска. Сделайте выводы по поводу этого человека. Соответствующие. Ну и вы понимаете, о чем я говорю. Нужно обращаться в юридические фирмы, которые действительно ведут порядочно себя по отношению к клиенту. Такое поведение недопустимо. Отдельно хочу выразить благодарность сотруднику полиции, оперуполномоченному, за его профессионализм, выдержку. Молодец. Вот многим сотрудникам полиции нужно учиться, как нужно себя вести в такой стрессовой ситуации. Ну, он продемонстрировал профессионализм. Для многих сотрудников полиции это будет примером. Пусть сценивают это видео как видеоинструкция по действию, когда фиксация происходит общественниками на видеокамерах. Как нужно, когда подходит гражданским сотруднику себя вести, представиться, называть свою фамилию, звание и должность. Даже удостоверение предоставил без каких-либо дополнительных требований. Молодец. Вел себя сдержанно. И не оскорбление даже. Даже не оскорбление. Даже не оскорбление. Вел себя сдержанно. Сейчас. Смотри-ка, видишь как? Вот эта тачка, короче, стояла. Да, да. Здесь все это время посла. Я думаю, дай-ка его сниму. Смотри, сразу подошел, чтобы лицо его зафиксировал. Сразу уехал. Все, что-то он скоропостижно уехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Анатолий. Что у вас случилось? Обратился в эту фирму по поводу банкротства. К кому именно обратились? Мартакова, Дмитрий Иванович. Васильев имеет отношение к этой фирме? Ну, как я понял, он управляющий, директор. То есть, руководитель. Ну, получается. Его подчиненный Мартаков, вы к нему обратились, правильно понимаю? Расскажите, что конкретно? Обратились. Шли по улице, увидели объявление, что стенд такой висит. То, что банкротство, защита. Вот обратились к нему, рассказывали всю историю. Так вам необходимо было банкротство в процедуру провести, правильно понимаю? Ну, вот обратились к нему, сказали, что так и так надо сделать банкротство. Все хорошо сделаем. Сначала обещал полгода, в прошлом году, в июне. Смотрите, вы заключили с ним договор с Мартаковыми, правильно? Нет, мне заключали. Он просто расписку мне написал. Мы же в этом. Что он получил от вас деньги? А какую сумму вы ему передали? 220 тысяч. 220 тысяч по расписке, правильно понимаю? То есть, у вас имеется только расписка. Что в этой расписке содержится? То есть, только то, что вы ему сумму это передали? Или на основании, для чего передали? Нет, просто сумма. Он свои данные написал, где проживает. Вот каждый раз, когда он приезжал, он писал ДАСУ. И сумму, какую берет, ты расписывал. И скажите, в течение какого времени он пообещал вас обанкротить? Пообещал в районе, ну как полгода. За полгода он спишет все долги, правильно я понимаю? Да. Это когда это произошло? В июне прошлого года. В июне прошлого года. И вот по сей день вы еще не признан банкротом, но, я так понимаю, недавно он с вами связался. Он сам связался или вы? Я уже, если честно не помню, ну, наверное, месяц назад где-то так. Месяц назад он с вами сам связался, да? И что он вам сказал? То же все, я банкрот. Вы банкрот. Да. И как он это подтвердил? Чем? Вот, предоставил бумагу. Это решение арбитражного суда Воронежской области. Определение. Да. О завершении реализации имущества гражданина. То есть, тем самым, вот таким, этим судебным актом, он подтверждает завершение процедуры банкротства. Да. И фактически подтверждает, что с вас писали долг. Ну, получается. Казалось бы, красавчик, да? Да, казалось. То есть, вы заплатили 220 тысяч, он исполнил свои обязательства, и вы банкрот. Да. Но есть здесь одно но. Этот судебный акт подложный, он поддельный. И он не имеет места быть в природе. Ну, точнее, он в природе есть, но юридической силы никакой не имеет. Значит, он полностью подделал, более того, он подделал печать и подпись, значит, судьи. Судья Корнилов, арбитражный суд Воронежской области. Я думаю, судье Корнилову должно быть интересно, что за него ставят подпись. Тем самым он совершил уголовное преступление. Да. Вы по этому поводу еще заявление не писали, возьмите. Нет, не писал. И я так понимаю, вы в ближайшее время это сделаете? Да, конечно. Значит, в ближайшее время будет подано заявление в полицию по факту мошеннических действий, а именно, значит, подделка документов. Ну, это, конечно, жестко еще, судебный акт подделать. Вот так вот у нас юристы, ну, в кавычках юристы, делают судебные акты. Берите на заметку, если хотите сесть в тюрьму. Что вы порекомендуете местным жителям, значит, Бориса Глебска? Стоит ли обращаться в эту компанию? Нет, не стоит. Не стоит. Потому что, по слухам, там еще больше деньги отдавали и ничего не делалось. Я понял. Ну, в общем, мы вашу рекомендацию услышали. Спасибо. Спасибо. Вы удерживаете сотрудников полиции здесь? Это кто? Вы не удерживаете сотрудников полиции? Да нет, сейчас протокол... На вас не оказывают давление там? Нет. Нет, это хорошо. Мы можем чем-то помочь? Понятно. Вот я выйду. Да, да, да. Я просто думал, вас заложники взяли. Нет. Вот гражданин. Протокол составляли. Документы изымали, которые проводились с Еленой Николаевной. Все, сейчас, в принципе, материал будет собран. Будем принимать процессуальные решения по данному факту. Терпевшего уведомим. Спасибо вам большое за содействие. Вам спасибо. Очень приятно, что у нас есть такие сотрудники. Я вам руку пожму огромное спасибо. Спасибо вам большое. Удачи, не болейте. Всего доброго вам. До свидания. Все, давайте, ребят. Удачи. Счастливо. 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 Гребень свой потерял. Как вы поняли, это еще не все. Это не конец истории, а только начало. Продолжение следует. Васильев. Держись. Наша Санта-Барбара только начинается. Жди следующей серии. Коломdog. Господи... Гребенский укрбул. уй